Волейбол 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 Вот они на ваших экранах, имена, номера, сами девушки. Игры народов Якутии продолжаются в селе Амга, волейбол идет полным ходом. Завтрашнего дня уже начнутся полуфинальные встречи, определились все полуфиналисты, как и у женщин, так и у мужчин. И сейчас к вашему вниманию предлагаем завершение, концовку игры во встрече Верхневилюйск-Сунтар. Девушки не смогли выйти из группы и сейчас оспаривают право бороться за девятое место. Выигравшая команда из этих двух команд будет бороться за девятое место с командой либо Хангаласского района, либо Намского района. Верхневилюйск сейчас будет принимать и подавать сунтарские девушки на подаче, на приеме. Игрок под номером 11 перед вами на подаче Сергей Бабалданова. Ну а первое очко в третьей партии остается за командой Сунтара. Расскажу вам для сведения. Первые две партии шли очень ровно. В первой партии счет был 25-23. Но чуточку не хватило пока девушкам из Сунтара. И вот полны решимости отпитаться за две отданные партии девушки Сунтара. В третьей партии надо будет показать все свои сильные стороны. Пока 1-1. На подаче Кюннекко Николаева. Почему девушки оказались в этой не самой завидной ситуации, да? Потому что, как мы знаем, на седьмых играх народов Якутии по рекламенту 4 группы. И в каждой группе из 12 прошедших отбор, в каждой группе по 3 команды получились. И из них две первые команды выходят дальше в четвертьфинал. А команда, занявшая в группе третье место, вот они перед вами. Оспаривают с 9 по 12 места. Сунтар, команда Сунтарского Улуса, не смогла дать достойный отпор команде города Якутска и команде Мегина-Кангаласского района. А вот очень симпатичная команда Верхневилюйского района осталась за бортом в группе из сборной АМГИ-1 и Оленёкского района. Аутсайдерами девушки в группе не выглядели, но тем не менее, немножко не хватило для того, чтобы выйти в четвертьфинал. И вот как итог девушки играют в стыковых играх. Счёт у нас пока 3-2 в пользу, 4-2 уже в пользу Верхневилюйска. Девушки стараются довести без особых проблем эту игру до конца. Сунтар посмотрим, как выстроит атаку сейчас. Хорошая доигровка у Верхневилюйска Александра Петренко. Рост у неё 175, имеет первый спортивный разряд. А на подаче Арюна Ренчинова. Никак не могут наладить приём девушки. Приехали издалека. Поэтому хотелось бы им показать, чему готовились, чему себя подводили. Долгие месяцы подготовки. Сунтарский район имеет славные традиции в волейболе. Ранее там проходили тоже четвёртые игры народов Якутии в 2006 году. В 2008 году проходил суперфинал Сахава. Было много мероприятий в своё время проведено для того, чтобы улучшить показатели по волейболу, чтобы притягивать население, молодёжь для занятий спортом и волейболом. Ну и сейчас, как итог, неплохой результат команды, женской команды Сунтарского района. Они пробились в финальную часть Игр народов Якутии. И сейчас играют против команды Верхневилюйского Улуса. Тут недопоняли друг друга девушки. Хорошая подача чуть укоротила игрок под номером 8 Сардана Прокопьева. Попадает нападающий игрок. Очень сложный технический был удар выполнен. Без разбега девушка корпус развернула. Это у нас Петренко Александра. Всё время подключают в атаке центральную блокирующую Верхневилюйские спортсменки. Но блок справляется. Наталья Бальжитова, молодая спортсменка, 97-го года рождения. Потенциальная, очень команда с высоким потенциалом. Молодая команда в Сунтарском Улусе. Целых 4 девушки заявлены, 2001-го года рождения. В том числе капитан Мария Григорьева под номером 4. Это я о Сунтаре говорю, о команде Сунтара. И тут нападающий удар. Надо встречать лицом вперёд, дабы мяч не улетел сейчас в сторону трибун. Надо закрыть плечом в приёме. И сейчас увидим в деле ещё одну Наталью Бальжитову. Ещё одну представительницу Бурятской школы волейбола. Хорошая скидка. Увидели девушки, что там углом назад играют. У нас-то игровщица Левша в Сунтарском районе. Просят замену девушки. 10-5. Пока неутешительный счёт. Ну а Верхний Вилюйск своим ходом, ровным игровым ходом продолжает набирать очки, необходимые для победы в этой встрече. 2-0 по партиям преимущества у Верхнего Вилюйска. Меняют игрока на подачу. На площадку заходит Дана Савинова. И не зря, не зря у нас тут Верхний Вилюйск. Их тренер Лия Сидорова. Удачный тактический ход совершает. Хотя и не смогла Савинова продолжить серию подач. А со стороны Сунтара у нас на линию подачи выходит Александра Данилова. Их тренер Лия Сидорова. Очередное очко в копилку Верхний Вилюйского района. Напоминаю, выигравшая здесь команда будет оспаривать 9-е место с командой, которая выиграет встречу Хангалатский-Намский. Это женщины, которые не смогли выйти из группы. Заняли 3-е место в своих группах. И сейчас оспаривают 9-е, 12-е места. Пока особых нападающих ударов не видим. Но тут блок на месте Сунтарский. И сами девушки попытаются совершить атаку. Очень долгий розыгрыш. Ошибка второй передачи. Судьи все видят. И 8-12. Диенира Вайшева. Григориада Терентьева. 89-го года рождения. Игрок под номером 6. Простая ситуация вследствие недоведенного мяча при приеме. Скидку просчитывает двойной блок девушек Верхневлюйского района. Берет перерыв команда Сунтарского района. Давайте пока расскажу, кто стал полуфиналистом среди женщин по волейболу. Первый полуфинал будут играть Якутск-Алекминск. И второй полуфинал команда города Мирного и команда АМГА-1. Полуфиналы начнутся завтра. И мы их вам обязательно покажем. Мужкие полуфиналы для интереса тоже послушайте. Первый полуфинал АМГА-Нам. И второй полуфинал Чуропча-Усалдан. Сегодня в принципиальнейших встречах, в четвертьфинальных поединках. Если вы не успели посмотреть, остались за бортом такие сильные команды, как Ленск, Мегина-Кангалаский, города Якутска. Среди мужчин и среди женщин. Команды Чуропчи, тоже Мегина-Кангалаского района. АМГИ-2. А пока у нас встреча за девятое и двенадцатое места. Таковые матчи, имеющие локальное значение для подведения общекомандных итогов, для расположения команд в турнирной таблице. Хороший удар с места получился у Верхневилюйска. 15-9. Вот на ваших экранах Дианира Байшева, лидер команды Сунтарского района, воспитанница Чуропчинской школы волейбола, тренировалась в Чуропчинском институте физкультуры. У Анастасии Флегонтовой. А на подаче у нас Кулюмчайна Васильева. Оставляют мяч девушки. Что будет у Сунтара? Хорошая была скидка, но своей цели не достигла. Розыгрыш продолжается. Вот красивый, долгий розыгрыш и в пользу Сунтарского Улуса. Сардана Прокопьева на подаче. Каким-то чудом мяч остается в игре. Ну и Петренко. Петренко не прощает. Над чистой сеткой добывается 16-е очко. И сама же Александра на подаче. Ну что характерно для женского волейбола. Это долгие розыгрыши. Намного дольше, чем обычно бывает в мужском волейболе. Зато по зрелищности, по накалу страстей и по неожиданности. Женский волейбол дает фору мужскому. Сейчас параллельно играется такая же стыковая встреча между командами Среднеколымского и Нерингринского районов. Первую партию выиграла команда Среднеколымска. И во второй партии они тоже впереди. И Нерингрин пока не может показать ту игру, которую от них мы ожидали. 11-17. Девушки бросаются в догонку. Пока еще ничего не потеряно. Хотя, конечно, комфортнее себя чувствуют игроки Верхневлюйского района. Вот так аккуратно кистевым ударом Сесигма Болданова. 2001 года рождения молодая волейболистка. Немножко поздновато реагирует центральный блокирующий Верхневлюйского района. 12-18. 6 очков остается. Но рискуют девочки. Не попадают за пределами площадки. Приземляется при подаче этот мяч. Верхневлюйский, Сунтарский оспаривают право бороться за 9-е место. Игр народов Якутии. Стаковые игры. Сегодня третий игровой день. Завершились четвертьфиналы у мужчин и у женщин. И в вечерней программе играются стыковые матчи. Всего было по 12 команд, прошедших отбор. И сейчас остались 4 сильнейшие для оспаривания медалей. Игр. И чуть менее сильные будут оспаривать с 5-го по 8-е. И с 9-го по 12-е места. АПЛОДИСМЕНТЫ Игр. 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 Уж хорошая игра на защите. У той и у той команды. Вот Диенера пытается вернуть мяч. Однако атакующая мощь у команды Верхневилюйска заметно сильнее. Хотя бы через Петренко, но в двои очки. Верхневилюйские девушки добирают стабильно. 22-13. Близится к концу третья партия. И скорее всего мы увидим счет 3-0 на табло. Давайте дождемся конца третьей партии. 24-13. Матч Болл. Хороший прием от Алины Степановой. Либера команды Сентарского Луса. И девушки обязаны для престижа забить хорошие мячи. Диенера Байшева. 14-24. Посмотрим до каких цифр на табло дойдут. спортсменки из Сентаро. Спортсменки из Сентаро. Пятое место с победителем пары Намский-Хангаласский. Игру Намского и Хангаласского районов девушек мы тоже обязательно покажем. Сентарский район будет оспаривать 11-е место. с проигравшими волейболистками, которые выходят вот перед вами на разминку. strictoy – это Santаро. Слышны. Посмотрим с Байшевой Mad yields 0. Продолжение следует...